всем привет меня зовут андрей волков и добро пожаловать в академии правильной стрижки сегодня я сделал стрижку на короткие вьющиеся волосы я здесь приподнял затылок то сделал более красивым объемным пушистым и задал линию лица которая также поднялась и собственно выглядит вот так в описании видео есть ссылка на курс из 5 теоретических уроков если вы хотите получить новый опыт новые знания или освежить старый то приходите и получайте диплом и приятного вам просмотра веры скажи пожалуйста я тебя уже 3 до андрея ты делал мне эту стрижку но она уже отросла потому что это было в декабре потому что волосы растут да и поэтому я решила прийти к тебе еще раз и подстришься но и также немного изменить себя я решила сделать челку изменить себя через челку да ну изменить получать свой имидж но на самом деле это очень кардинально для меня потому что я в жизни никогда не носила челку потому что очень проблематично на самом деле сделать нормальную челку на кудрявые волосы помимо челки ты еще хочешь что-то изменить да как я уже сказала я хочу еще раз подстричь приподнять затылок но не сильно повторить форму но приподнять затылок но улица принципе можно не менять правильно да настолько ты хочешь приподнять затылок но если честно андрей у меня как любой девушки наверное хотелось бы не сильно терять длину да да поэтому я бы хотела чтобы ты совсем немного это приподнял затылок это приподнял затылок хорошо сегодня для веры мы будем делать стрижку на кудрявые волосы во французском стиле я начинаю работу и что я первое имею ввиду вера волосы носит убирая волосы в левую сторону соответственно я это учитываю я это помню и запоминаю до самого конца стрижки и в самом начале работы я это учитываю в виде разделения то есть я провожу центральный пробор не классическом варианте разделяя голову на две части а учитывая то как вера носит волосы и я вполне разделение натурального пробора для того чтобы она могла играть эти волосы в сторону и они были густые и масса основная была здесь и это раз во-вторых гиран носит волосы только по этому пробору и поэтому по нему мы будем встречать для того чтобы форма была целостной я разделил волосы по натуральным пробором что здесь я буду делать в конечном итоге у лица здесь я буду создавать ними затылочной зоне я буду затылок приподнимать поэтому я буду работать таким образом чтобы затылок был выше для того чтобы его приподнять для этого я разделю лицевую зону и затылочную радиальным пробором который соответственно и разделит затылочную и лицевую зону на две части я разделяю с левой стороны пробор здесь я сразу разделю диагональный пробор точнее горизонтальный пробор и волосы закреплю так чтобы не мешали чтобы не вылезали и то же самое сделал с противоположной стороны разделю радиальный пробор и отделю горизонтальный пробор с правой стороны у лица я начинаю создавать линию линию будет горизонтально так как волосы подбьющиеся она слегка поднимется и закруглится это нужно иметь ввиду когда волосы веющиеся волосы здесь волосы здесь я прочесываю по натуральным и у лица я буквально убираю чуть-чуть так как акцент я хочу больше вас приподнять затылочную зону также нужно иметь ввиду что когда вы работаете с вьющимися волосами длина у них не совсем то которую вы создаете на на мокроволос так как волосы подскакивают это нужно иметь ввиду соответственно что здесь линия будет короче после того как я задал линию с этой стороны я отделяю диавенальный пробор от лица фиксирую волосы которые отделил верхней части затылка и оставляю те волосы которые я буду стричь я беру небольшую прядку с височной зоны так чтобы видеть контрольную линию контрольную линию височной зоны здесь я начинаю эту линию приподнимать для того чтобы затылок как раз приподнять у лица сохранить длину затылок здесь я начинаю приподнимать я создаваю начинаю создавать линию от длинных коротких и то же самое я задал контрольную линию направление в котором я буду работать и то же самое я делаю с противоположной стороны создаю линию и также продлеваю линию в сторону затылка я задал линию такую же как и с левой стороны справа теперь я перехожу возвращаюсь снова точнее к левой зоне к левой части головы я отпускаю висок точнее не простриженную ее часть а отделяю основа еще один параллельно отделенному горизонтальный провод прочесываю по натуральному падению снова 2 волосы с верхней части я фиксирую здесь буду также продевать и для того чтобы продлить сразу ее затылочной зоне я сразу же отделю часть волос из затылочной зоны диагональными проборами от лица и волосы фиксирую после чего волосы из затылочной зоны я выбираю назад волосы из височной я прочесываю по натуральному падению нахожу ту контрольную линию которую я уже создавал и ориентируясь на нее я выполняю срез я работаю текстурным срезом так как волосы здесь ищутся и для того чтобы сделать максимально естественно структуру волос текстуру я перехожу в сторону затылка здесь я очень аккуратно работаю при соединении височной и затылочной зоне я опускаю оттяжку до того уровня чтобы получить плавный переход между зонами после чего я волосы затылочной зоне поднимаю до уровня градуировки примерно до уровня 40 градусов прочесываю волосы перкантикулярной голове и продеваю линию среза ориентируясь на ранее контрольную линию здесь линия среза от длинных к коротким таким образом я работаю сначала слева страны затем перехожу правой слева справа слева справа работают до центрального правора точнее до натурального я завершаю работу подхожу к крайней секции я почесываю волосы по натуральному падению в лицевой зоне здесь я иду по естественному распаду роста волос то есть смотрите буквально причёсываю в сторону лица только в таком случае получится естественно ровная линия обязательно следите за этим волосы прочесываю и выполняю срез текстурным чтобы линия выглядела очень натурально далее я перехожу в сторону затылка здесь я разделяю волосы по центральным проборам прочесываю я ориентируясь на ранее простриженную линию и подтягиваю к ней волосы со стороны затылка таким образом создаю линию градуировки и на этом этапе стрижка на мокрые волосы закончена нужно снимать снимать это видео сантиметр убирал давай посмотрим сколько-то сантиметр смотри давай подниму стрижка на мокрые волосы закончена действительно как приподнимается затылок радуровку улица достаточно плотная линия и видно форму что теперь делаю я сейчас я беру крем давящихся волос и наношу его на ладони растираем между ладоней и наношу на все волосы и после чего начинаю выполнять укладку в диффузор здесь я хочу также почеснусь естественно структур волос волосы очень пьющиеся здесь не нужно задавать каких-то дергики каких-то сложных движений просто подвожу диффузор и сами волосы высохнут в том направлении каком они выглядят естественным образом королева ребята спасибо за просмотр видео выходит каждую неделю если вам понравилось ставьте лайк пишите комментарии подписывайтесь на канал и до встречи через неделю